Индии Видум Крылья Мальгуса Ступень первая Глава первая Телефон зазвонил, когда мы ехали за мамой Я бросил взгляд на экран и застыл На экране высветилась Айлинг Чертовщина какая-то Пара брошенных заклинаний ничего не изменила Мне звонил именно тот абонент, что указан Да Отрывисто бросил я, стараясь не показывать растерянности Мальгус, ты где пропадаешь? Голос был незнакомый и никак не мог принадлежать учителю Но он назвал меня по имени Имени из прошлой жизни Как такое может быть? В смысле? В смысле? Ты уже сколько в игру не заходил? Зло проорал незнакомец Я тебя из клана выставить собирался Да наши выступили против Два года играем вместе, не шуточки Но место вечно держать не будем Либо возвращаешься в игру, либо мы тебя выставляем Понял? Вот теперь понял И многое стало на свои места Развлечения Ярослава мне казались неинтересными настолько Что я отправил их в самый дальний раздел памяти и не извлекал А вот сейчас воспоминания о времени, проведенном в компьютерной игрушке Навалились разом Да, моего перса звали Мальгус А главу клана Айлинг Бывают же такие совпадения Но ни Демиана, ни Илли Нель не обнаружилось ни в клане, ни в моей памяти Уже хорошо Не хотелось бы общаться с уже известным дерьмом Странно, что я не обратил на это внимание раньше Возможно, потому что Ярослав тоже иной раз думал про себя Я Мальгус? Выставляйте Я больше не играю Молчание на том конце трубки Мальгус, у тебя все норм? Может, помощь нужна? Не, я решил завязывать с играми Иначе рискую проиграть свою жизнь Со стороны Кирилла Лазарева, сидевшего на переднем сиденье Раздалось ироничное хмыканье Намекнуть ему, что неприлично подслушивать чужой разговор Ты буквально месяц назад говорил, что игра для тебя самая важная в жизни Повзрослел Понял, что игра только игра Опять молчание Можь персакому отдашь? Он у нас самым сильным магом был Жалко терять А забирай Чуть было не ляпнул я Опомнился в самый последний момент Внутри пожарной тревогой взвыла уверенность, что именно персонаж Ярослава был причиной тому Что я оказался здесь, а значит отдавать его в чужие руки было нельзя Разве что переименовать Функционал игры такое допускал Но не приманится ли при этом чужая душа? И еще подозрительное существование другого Айлинга Пусть глупого и недальновидного, но Айлинга Я подумаю Думай В принципе, я даже готов купить Жалко ж Столько сил на прокачку угроблено Слушай, а как ты имя выбирал для перса? Само пришло Удивленно ответил он Когда создавал, понял, что идеальное Идеальное? Это ты Айлинга друг не видел Совет хочешь? Это какой? Подозрительно спросил он «Перестать играть как ты?» Переименовать перса Он неуверенно хохотнул, а я отключился Затылок Лазарева выражал неодобрение И вообще, весь он Подтянутый, ухоженный, в дорогом костюме Сильно контрастировал со мной Даже его шофер выглядел приличнее Так что, если кто мог неодобрять, то только я И его невоспитанность Информация о совпадении имен с именами персов В компьютерной игре беспокоила Это не могло быть случайностью Если бы возник только Айлинг Или только Мальгус Это можно было бы списать на забавный казус Но сразу оба Посоветоваться бы с настоящим Айлингом Но сейчас не время Да и не факт, что если он что-то знает, ответит Но спросить при встрече надо будет Мама уже ждала нас Поздоровалась с Лазаревым С явной неловкостью Ему тоже было не по себе Хотя он это тщательно скрывал Но плечи расправил и даже, кажется, живот втянул Зачем такая срочность? Спросила мама На месте расскажем Бросил Кирилл, не желающий ничего выкладывать При греющем уши шофере Я же откладывать не мог Поэтому набросил на нас мама иллюзию Потом невидимость, потом полок тишины Для посторонних мы пялились в окна на места Мимо которых проезжали Мама, нас сейчас никто не слышит Поэтому буду говорить все как есть Мы едем регистрировать клан Сразу начал я с главного Поскольку у меня нет 25 А у тебя нет магии То я буду главой клана А ты регентом Зачем? Удивленно спросила она Иначе не получится Связано с бизнесом, который Лазаревы Очень хотели бы иметь у себя Настолько, что хотели к себе взять и меня, и тебя Так может надо было соглашаться, Ярик? Ну какой из нас двоих клан? Ее неверие в силы собственного сына удивляло Перспективный, ответил я Сама понимаешь, нам есть куда расширяться Она хихикнула, совсем как молоденькая девчонка И сильно мы расширимся Как получится В кланах главное не размер, а сила Пока мы слабые, пояснил я Поэтому помощь Лазаревых нужна Но года через три Мы прекрасно обойдемся без них Она посмотрела на Кирилла Который сидел прямо, словно проглотил Магический посох, который используют Некоторые маги старшего поколения Для лучшей концентрации магии Взгляд ее мне не понравился У этого типа есть семья Которая его интересует куда больше нас А у мамы есть Олег А почему ты не хочешь войти в клан Лазаревых? Опять спросила она Это было бы тебе выгоднее со всех сторон К примеру, если бы ты захотел серьезно учиться магии А не оплатили бы приличную школу Лазарев старший мне уже выписал на учебу чек на 10 миллионов На крылья Феникса хватит Она ахнула, приоткрыла рот Но так и не нашла, что сказать Поверила она мне сразу И теперь смотрела со смесью восхищения и недоумения Жаль, что продолжалось это недолго «Но почему?» Наконец спросила она «Потому что Лазаревы Заинтересованы в нас сейчас больше, чем мы в них» Ответил я «Получить над нами контроль Они будут пытаться еще не раз Поэтому ничего не подписывай без моего согласия Вообще ничего, поняла?» Она поежилась И опять посмотрела на Кирилла Взгляд у нее был словно у побитой собаки Выброшенной хозяином на улицу Что бы там ни случилось между этими двумя Рана на сердце моей матери еще не отболела «Ярик, ты лезешь в игры, в которых ничего не понимаешь? Не лучше ли согласиться на предложение Лазаревых, пока оно в силе? Поверь, это лучшее, на что ты можешь рассчитывать» Жаром сказала она Пришлось ее опустить с небес на землю «Не ты, не я Там никогда своими не будем В этом клане мы всю жизнь будем людьми второго сорта Ты уверена, что хочешь такого будущего для сына?» «Не уверена, что быть первым лицом в слабом клане лучше» Возразила она «Ты всю жизнь будешь на побегушках у более сильных» «Но если я буду в чужом клане, я этого не изменю» «А так, есть шанс встать в один ряд с основными игроками» «Я взял ее за руку» «Просто поверь мне и действуй в моих интересах, которые твои тоже» «И у нас все будет хорошо» «Уже через год мы поменяем квартиру на что-то поприличнее» «Обещаешь?» — улыбнулась она «Обещаю» — кивнул я «Но только если ты ничего не станешь подписывать без моего ведома» «Это было самым слабым местом моего плана» «Мама была слишком мягкой» «Убедить ее таким прохиндеем, как Лазаревы, будет проще простого» «Причем ее уверят, что действует в моих интересах» «Хорошо бы ей ментальную закладку сделать» «Но, во-первых, без ее согласия этого делать нельзя» «А во-вторых, я пока на такое вряд ли способен» «В ментале я никогда не был силен» «Хотя пару практик знал, но одно дело знать, а другое использовать» «А тренироваться на близких людях — то еще дело» «Вот на Мальцевых я бы попробовал» «Кстати, до Андрея я так больше и не добрался» «Еще решит, что волей богов можно пренебрегать» «Непорядок» «Эх, втягиваешь ты меня в авантюру» «Неожиданно сказала мама» «Но я почему-то в тебя верю» «Обещаю, что не стану ничего подписывать без твоего согласия» «Если нужно, могу дать клятву» «Нужно», — оживился я «Если ты согласна, это был бы идеальный вариант» «Клятва не даст тебе подписать, даже если Лазаревы тебя убедят» Когда мама давала клятву, Кирилл точно что-то почувствовал и обернулся Но для него мы продолжали пялиться в окна Поэтому он пару секунд на нас посмотрел и отвернулся «Сейчас я сниму все заклинания, и нас снова будет слышно» «Предупредил я маму» «Поэтому ни о чем серьезном не говорим» «Лучше молчим» Тем более, что Кирилл собрался нам что-то объяснить по приезде «Он не Кирилл, он твой отец» «Да? Он тоже так считает?» Мама обиженно отвернулась, а я посчитал этот момент подходящим, чтобы развеять все Регистрация клана прошла, можно сказать, буднично Кирилл Лазарев даже благородно заплатил пошлину, о которой меня не предупредил Лазарев-старший Пошлина была не такой уж большой, я бы смог и сам заплатить, но почему бы и не дать возможность проявить себя рыцарем другому, который показывал, что платит он не за меня, а за мою маму А платить пришлось до проверки и оформления, и Кирилл, выложив незначительную по меркам Лазаревых сумму, но при этом почувствовавший себя благодетелем, предложил подождать нас у кабинета «Чтобы не смущать», — пояснил он прежде, чем выйти «Почему-то показалось, что он был уверен, что в регистрации нам откажут, но спрашивать о таком не спрашивают, поэтому я лишь убедился, что он вышел, и повернулся к служащему, которому уже все объяснили и который не выглядел так, словно мы предлагали ему совершить нечто невозможное Больше всего времени ушло на то, чтобы доставить в эту комнату проверочный артефакт, который неожиданно оказался огромной тяжелой бандурой Проверяющих заклинаний было два — на силу моей магии и на связь со мной заклинаниями подчинения Еще была встроена проверка на несанкционированную магию То есть, по факту, все можно было уместить в артефакты размером в ладони, которую надо было прикладывать Остальное было просто оформлением, тяжеловесным и неудобным Служащий проверил, убедился, что я соответствую нужным требованиям, после чего быстро выписал документ Этакий солидный бланк с водяными знаками и переливающийся заклинанием истинности печатью Лазарев повернулся к нам с улыбкой, которая застыла на его лице, когда он увидел документ у меня в руках Так что мои подозрения в его отношении только усилились Но справился он с собой быстро и поздравил нас почти естественно Я сделал вид, что не заметил заминки и спросил Договор заключать тоже здесь будем? Разумеется Неохотно подтвердил Лазарев У вас печати нет? Да, печати у нас не было, но нужно озаботиться, если начнем торговать накопителями Я узнавал, стоила она дорого, и большую часть суммы составлял императорский сбор, а отнюдь не изготовление Хотя клановые печати выглядели как произведение искусства Но пока нашими единственными клиентами будут Лазаревы, мы можем не торопиться Договор мы обсудили еще с Лазаревым-старшим Он был напечатан и лежал в портфеле у Кирилла Но прежде чем мы перешли к подписанию, я его еще раз внимательнейшим образом проверил Уж очень странно вел себя представитель нашего будущего компаньона Но никаких изменений я не нашел Даже штрафы остались, которые выплатят Лазаревы, если не обеспечат нам рабочее место в течение недели Поэтому не стал возражать против того, чтобы мама подписала После чего договор заверили, и мы получили каждый по своему экземпляру А один остался в канцелярии этого учреждения За заверку с нас слупили круглую сумму Я предложил Лазареву оплатить половину, но он отказался Было видно, что он злился Хотя и старался этого не показывать Но говорил отрывисто, осмотрел потемневшими глазами так Что мама, случайно встретившаяся с ним взглядом, отшатнулась «Спасибо, мы доедем до дома на такси» Сообщил я ему «Надеюсь, помещение подготовите быстро» С помещениями я понаглел и заказал три комнаты Одну для автоклавов Одну с оборудованной вытяжкой для занятия алхимией И одну для всех остальных занятий с моими учениками Что-то подсказывало, что скоро их станет на одного больше Но против Ани я ничего не имел Она была намного посильнее Серова, и в ней виделся потенциал «Зачем же на такси?» — процедил Кирилл «Я с удовольствием вас подвезу» «Вера, прошу» Он открыл заднюю дверь для моей мамы Опередив выскочившего водителя «Спасибо, но нет» — неожиданно резко ответила мама «Нам с сыном нужно пройтись и поговорить» Наверное, наконец заметила, что удовольствия от нашей компании Бывший любовник не испытывает Я с ней был солидарен Ехать со взбешенным магом не хотелось Никогда не зная, что он может выкинуть Конечно, по моим наблюдениям, магия здесь не особо развита Но и дубиной можно так шандарахнуть, что не успеешь выстрелить из самого современного оружия А скорость реакции у меня пока тоже была не ахти развивать и развивать Ваш выбор Холодно бросил Кирилл и сел сам на заднее сидение На нас он больше не смотрел Похоже, боялся взорваться А ведь он даже не вспомнил, что у тебя сегодня день рождения Неожиданно сказала мама Потому что ему нет до нас дела Мне казалось, ты это уже давно поняла Поняла, но... Сейчас это было особенно наглядно Она отвернулась от машины, которая резко стартовала Встроилась в поток и унеслась Что ты собираешься производить? Спросила мама Меня, конечно, подписала, но ничего не поняла Накопители нового типа Перспективное направление Думаешь, они просто так вокруг нас бегают? Им накопители, нам деньги и защита Пока размин хороший Пока? Договор у нас на пять лет, потом посмотрим Уклончиво сказал я, вызывая такси Пока подъезжало такси, я успел созвониться с Серым И сообщить ему, что наше производство переезжает И увеличивается в объемах В ответ раздалось молчание Тогда я на всякий случай сообщил ему Что увеличение объема ведет и к увеличению Притока денежных средств Которые будут делиться так же, как мы договаривались раньше Только после этого он, наконец, смог выразить свою радость словами А предупредить раньше никак? Пришлось напомнить, что я не был уверен в результате И сообщить, что он повышается до директора производства Что, несомненно, круче, чем владелец одного подпольного автоклава Который постоянно пытается кто-то отжать По линии я звонил из такси В разговоре сделал поправку на то, что нас могут прослушивать Привет, как насчет того, чтобы позаниматься сегодня немецким? Сегодня? Я немного занята, подхватила она игру Давай завтра Ага Я нашей немке так и скажу, что ты была занята Чего сразу немки? Я же не отказываюсь У тебя или у меня? У меня, конечно У меня сегодня по расписанию разговор с тем же немцем Если успеешь, вместе с ним пообщаемся Я пока только еду домой Буду минут через двадцать Ты бы хоть шоколадку пообещал Я тебе пообещал целого немца на полчаса Это куда лучше шоколадки Она хихикнула и отключилась Интерлюдия первая Кирилл Лазарев, войдя в кабинет отца, молча положил перед ним бумаги Это что? Это договор клана Лазаревых с кланом Елисеевых Которые вы согласовали с Ярославом И список материалов, которые клан Лазаревых должен предоставить клану Елисеевых для работы Не без ехидца в голосе, сказал он По дороге он успел немного успокоиться И теперь даже находил удовольствие в том, с каким видом смотрел на него отец То есть как? А вот так Кто посчитал, что Ярослав не обратит внимание на требования, а мы должны показать готовность и уважение? Спокойствие Кириллу опять изменило, и он злился на отца, поставившего его в положение Когда пришлось подписывать невыгодный клану договор, чтобы не потерять лицо Злился и не хотел этого скрывать Подожди Лазарев-старший выставил останавливающим жестом перед собой руку Ты хочешь сказать, что с ним связаны не менее пяти человек клятвами подчинения? Именно так Но он же пацан Каким дебилом надо быть, чтобы связать себя клятвой с малолеткой? Лазарев-младший пренебрежительно пожал плечами Скорее всего, таким же малолеткой, не осознающим последствия Но мы-то осознаем, правильно, отец? Тебе не кажется, что твоя интуиция сбоит, когда речь идет о Ярославе Елисееве? Не сбоит Буркнул старший У меня сразу появилась уверенность, что с ним нужно вести дела честно Но попытаться привязать стоило же Стоило Я бы даже жестче повел себя Слишком серьезные деньги на кону Главное не деньги, главное возможности Вот-вот Уйдет от нас со своими возможностями? Насмешливо фыркнул Лазарев-младший Что тогда будешь говорить? Не уйдет Лет десять у нас в запасе есть Пока можно влиять через мать А то и заставить ее подписать вассальный договор Лазарев-старший внимательно посмотрел на сына Тот был совершенно спокоен Хотя речь шла о его сыне и о его любовнице Бывший, но любовница В груди ничего не шелохнулось при виде Веры Ничего С едва заметной запинкой ответил младший Все осталось в прошлом Она сделала свой выбор, я свой Это хорошо, что не осталось Одобрительно кивнул старший Нужно ей подобрать мужа Из тех, кто нам полностью лоялен Глядишь, тогда вольются к нам безболезненно Глава вторая Полина появилась почти сразу Я даже не успел ничего обсудить с сестрой Только начал ее плавно подводить к тому, что свежесозданному клану Елисеевых нужен полноценный целитель Поскольку целители здесь были несколько ущербны А Анна видела себя в роли мага-исследователя То пока она меня не понимала Но это пока У меня был прекрасный набор из имперской книги Именно лечебных заклинаний А для них характерно усиление По мере практикования Набор был малый Но там имелось все необходимое для старта Именно целителя А уж дальше Пусть Аня проявляет свои исследовательские таланты Из-за которых ее и удерживали Мальцевы Было еще одно тонкое место В моем плане Вопрос изменения внешности Но к нему я собирался перейти чуть позже Полина влетела и сразу со всхлипом повисла у сестры на шее «Анечка!» Разревелась она «Я думала, что все, тебя уже нет Но потом Ярослав выяснил, что ты жива И не только выяснил, но и вытащил Она повернула ко мне уже изрядно залитое слезами лицо «Спасибо, Ярослав! Моя семья этого никогда не забудет!» Похвала была приятна Неприятно было то, что теперь они ревели уже обе в четыре ручья И вряд ли были способны на конструктивное мышление «Лучше бы забыла Потому что если кто-то проболтается То мои нынешние проблемы с Мальцевым покажутся совсем детскими» «А они есть?» Удивилась Аня и шмыгнула носом совсем как младшая сестра «Не было бы, может, я и не полез бы в Огурцова А не полез бы, тебя бы не вытащил» «А как ты ее вытащил?» Глаза Полины, окруженные слипшимися от слез ресницами, уже сияли от любопытства «Просто!» Усыпил и перенес через ограду «Немного рисуясь», — ответил я Аня посмотрела со скепсисом «Весела она прилично, а я не выглядел заправским силачом, способным таскать предметы весом больше себя Но других вариантов у меня не было Подкоп и перелет были еще менее вероятны К нам заглянула мама Я схожу за тортом Собиралась, но совсем забыла Чуть виновата, — сказала она Не теряйте меня, приду и все приготовлю Дверь за ней захлопнулась, и Аня повернулась ко мне Допустим, меня действительно вытащил ты Вопрос «Зачем?» — пообещал Полине По лицу Анны было понятно, что она не верит мне ни на грош И если продолжает спрашивать, то лишь потому, что хочет понять, кто стоит за мной Но тут я ее ничем не мог порадовать За мной стоял только я сам Ну и немного Айлинг Но он стоял слишком далеко, чтобы с ним можно было познакомиться Допустим, а что дальше? В смысле? Что ты собираешься делать дальше? Ты сказал, чтобы я отсюда не уходила, потому что у тебя есть план Могу предложить работу на клан Елисеевых Независимо, сказал я Обещаю достойную зарплату и доступ к нужным знаниям Не припомню такого клана, потому что он только сегодня создался Вынужденно Так-то я просто хотел завести производство Но после того, как на меня неоднократно наезжали Мальцевы Пришлось искать кого-то, кто смог бы им противостоять В клан Лазаревых я отказался вступать Пришлось заводить свой, чтобы заключить с ними договор По мере моего рассказа, глаза Полины округлялись, как у героини аниме Нет, сестру она не забывала и крепко держала за руку Как будто боялась, что та исчезнет или потеряется Но внимание теперь уделяла больше мне То есть, ты теперь глава клана? Восторженно спросила она Формально, да Регент, мама, но она дала клятву ничего не подписывать без моего согласия И много вас в клане? Скептически спросила Аня С тобой будет трое Она оскорбительно захихикала, вытирая выступившие теперь уже от смеха слезы Ярослав, ты же понимаешь, что Мальцевы меня просто так в покое не оставят Лазаревы пообещали сделать для тебя новые документы Мелкий, похоже, ты не понимаешь Сожалеюще сказала Анна Даже с новыми документами мне придется уехать в тьму Таракань И не факт, что меня там не найдут После чего никакие Лазаревы не защитят клан Елисеевых Слушай, я же сказал, что все это решу С раздражением ответил я Защитить тебя я в силах Мальцевы вообще никогда тебя не найдут Если ты не придешь к ним и не скажешь Вот она я Внезапно Анна насторожилась И только после этого я обратил внимание на две ауры магов у нашей двери Взламывать они не собирались Наверняка оценив защиту и сообразив, что пока они доберутся до внутренности нашей квартиры Мы успеем десять раз вызвать полицию А то и настрочить сообщение в крупный новостной портал с прекрасным заголовком Маги Мальцевых опять развернули войну против Лазаревых Похоже, даже приходить не придется Обреченно сказала Анна Эти двое точно за мной Какие двое? Недоуменно спросила Полина У нашей двери два мага Пояснил я Скорее всего, Мальцевские Скорее всего, проследили за тобой Решили проверить, зачем ты ко мне пришла Во взгляде Анна промелькнула удивление Не ожидала, что кто-то кроме нее увидит? Зря Я обычно даже больше могу видеть Но сейчас расслабился Да и сложно постоянно сканировать Когда по подъезду все время кто-то шляется То вверх, то вниз Пойдут первые доходы Нужно будет присмотреть дом с большим приусадебным участком Чтобы не влипать вот так И утыкать там все артефактными датчиками Аня, не нервничай Ярослав что-нибудь придумает Попыталась успокоить сестру Полина Неужели? Выдохнула та, не разделявшая уверенности сестры Для начала расцепитесь Скомандовал я Аня, быстро накрывать Полина ко мне И раскрой, наконец, учебник по-немецкому Мы же ради него здесь собрались Думаешь, они так увлекутся вашими занятиями, что не заметят меня? Скептически спросила Анна Мой отвод глаз Мальцевские артефакты пробивают на раз-два Тем не менее, она послушалась И залезла на кровать с ногами Ключевое слово «твой» Отрезал я Больше я сказать ничего не успел Потому что вернулась мама А с ней в нашу квартиру Вломились и оба мага Зато успел сделать Бросил на Аню невидимость А Полину притянул к себе И начал целовать Она поначалу опешила И уперлась в меня руками И лишь сообразив, что это постановочная сцена Обняла меня сама Валившиеся маги увидели Двух целующихся подростков Которые испуганно отпрянули друг от друга Маги были незнакомые Но не менее наглые Чем те, что ограбили серого на накопителе Здесь было трое Уверенно сказал один из них И хищно огляделся Вы вообще кто? Наехал на него я По какому праву вы вваливаетесь в дом Главе клана? Какого еще клана? Проворчал он, водя артефактом по сторонам Но моя невидимость идеальна Примитивным артефактом ее не обнаружишь Черт-те что! Говори, кто тут у вас был и куда делся? Мама, звони Лазаревым Ревкнул я Они обещали прислать боевиков Мама что-то испуганно пискнула на заднем фоне Но явно не про телефонный звонок Подозреваю, если она телефон достала То его уже отобрали Стоп, стоп, стоп Каким Лазаревым? Обычным Мы как раз сегодня заключили с ними договор По которому они отвечают за нашу безопасность Да нет, тут никого К нам заглянул второй маг Сбойнул, видать, артефакты за охраной системы Нестандартная она тут Это не объясняет, почему вы ввалились в мой дом без разрешения Я выдвинулся вперед, стараясь создавать как можно больше шума Потому что невидимость на Аню я бросил А вот полок тишины не успел Сейчас это было бы палевно С работающими артефактами Которые могли бы засечь магический импульс А может и не могли Я пока с местными артефактами не сталкивался Во всяком случае так Чтобы иметь возможность их подержать в руках И внимательно изучить Это нарушает мои права И я буду жаловаться Кстати, какой клан вы представляете? Не заметить на шивке на рукавах С огромной буквой М Мог только слепой Но я демонстративно смотрел куда угодно Только не туда Маги переглянулись Поверили они мне не до конца Слишком не солидно я выглядел Но поверили Поэтому усиливать конфликт не стали И старший из них сказал почти вежливо Мальцевых Дело в том, уважаемые Что мы не хотели никого оскорбить Мы ищем опасную беглую преступницу Опасную? Хмыкнул я Очень В подробности мы вдаваться не имеем права Но все, кто с ней контактирует Подвергаются нешуточному риску Вы бы не водили с кем попало К вам бы не было ненужных визитов Он кивнул на насупившуюся Полину С кем мне водиться, выбираю я А вас попрошу на выход Рявкнул я В этой комнате точно не было третьей персоны Вы меня сейчас пытаетесь оскорбить Или подольститься? Хмуро ответил я вопросом на вопрос Он хохотнул Бросил одобрительный взгляд на Полину Которая все это время простояла Соляным столпом Красным то ли от смущения То ли от злости Еще раз осмотрел комнату Поводил артефактом Потом неожиданно спросил Разрешите заглянуть в шкаф После этого вы уйдете? Нужно же убедиться Заглядывайте В шкафу он тоже поводил артефактом После чего вспомнил, что в комнате есть окно И выглянул в него Уделив внимание тому, что происходит снаружи Но там ничего интересного не обнаружилось Поэтому вражеский маг выругался сквозь зубы На криворуких артефакторов Неохотно извинился И столь же неохотно двинулся на выход Я пошел за ним Удостовериться, что ушел И что не забыл своего боевого товарища Который как раз выходил из кухни В прихожей обнаружились испуганная мама И валяющаяся на боку коробка с тортом Нет, торт в любом виде вещь вкусная Но на день рождения он должен быть еще и красивым Этот красивым уже не будет Хоть его весь свечками и стыкой Значит, нужен другой Ты! Быстро, до магазина за тортом на замену Только подумай, два придурка испортили такой день Мы только исполняем свою работу Неуверенно, сказал первый Ваша работа портить отношения между Мальцевыми и Лазаревыми? Так я вам помогу Сделаю сейчас один звонок Я достал телефон Действительно, неловко как-то получилось Олег, сходи за тортом Не стоит расстраивать хозяев С нажимом сказал первый Еще раз приносим наши извинения Мы не хотели внести раздор между кланами Знал бы, что получу такое преимущество В разговоре с мальцевскими магами Завел бы клан раньше Вон как уважительно первый маг Бубнил извинения все то время Что второй маг бегал за тортом Принес не такой Который так и лежал на боку в прихожей Мы потеряли А что-то пафосное в огромной коробке С извинениями от клана Мальцевых К клану Елисеевых Сообщил я, милостиво принимая коробку Не слышал Подозрение опять заполыхало в обоях Ничего, еще услышите Клану и дня нет Желаю вам больше не ошибаться И не использовать неисправные артефакты Дверь я захлопнул за ними С огромным удовольствием Трофейный торт отнес на кухню Поставил на стол Потом обратился к испуганной маме Которая все это время простояла в прихожей Прижимая к груди руки Кто-то обещал вкусный ужин Все, они ушли Совсем? Отмерла мама Надеюсь Невидимость Сани я снимать сразу не стал Сначала внес правку в защиту квартиры Чтобы никто извне не мог увидеть Сколько здесь человека, каких Даже если здесь кто И то теперь останется тайной для проверяющего После чего развеял заклинание Я же говорил Защищу Мелкий, а ты не такой уж и мелкий И полон неожиданностей Попыталась пошутить Аня Была она бледновато Но держалась неплохо Я уж было решила все Добегалась А нет Прошли мимо и не заметили Знаешь их? А то Старше которой еще ничего А тот, что помоложе Сволочь первостатейная Она нахмурилась И всю эту сволочь Я сейчас натравливаю на вас И на свою семью Ничего, мы переживем Бодро ответила Полина Лишь бы с тобой все было нормально На меня она старалась не глядеть А когда смотрела Краснела и отворачивалась Нежная какая Можно подумать Это у нее первый поцелуй Я посмотрел на Полину И сообразил, что действительно первый Похоже, идея оказалась Не слишком удачной Пока я решил делать вид Что ничего не случилось Может пронесет И никто не будет настаивать На втором Анна шокированной Не выглядела И то хлеб Со мной будет нормально Если мне не придется Всю жизнь просидеть На чужой кровати Фыркнула Аня Ярослав До появления этих Двух милых магов Ты что-то говорил о том Что меня не найдут Ах да Спохватился я Мы тебе изменим внешность Капитально Вместе с Аурой Она хихикнула Решив, что я шучу Сил у меня с накопителем Должно хватить Серьезно продолжил я Внешность можешь выбрать сама Вспомнил особенности заклинания И добавил Пол тоже Но учти Что сколько материала есть Столько и уйдет Ни больше, ни меньше Аня заинтересовалась То есть Если я захочу стать худой Настолько, чтобы сойти за модель Я прикинул ее вес И дополнил То тебе придется сильно вырасти За два метра точно Ну ты и хам Возмутилась она Какой есть Меняем внешность С ответом она не торопилась Какую работу ты хотел мне предложить Нашему клану нужен целитель Причем нормальный А не такой, которого может заменить врач Нормальный это как в сериалах Скептически спросила она Нормальный Это как тогда, когда я себе кровь остановил И последствия убрал Напомнил я Кстати, а как ты это сделал? Есть базовый набор целительских практик Комбинируя их Можно добиться многого А еще, зная, как все устроено Сможешь придумывать новые Звучит слишком красиво Чтобы быть правдой Проблемы целителей Не в отсутствии заклинания А в том, что внутреннюю структуру Они рассматривают в проекции А она искаженная А зачем в проекции? Удивилась Полина Я могу и себя, и другого осмотреть так Ты видишь только каналы и источник Напомнил я Для целителя этого мало Есть так называемое Целительское сканирование Позволяющее Стоп, стоп, стоп Остановила нас Аня Что я только что услышала? Полина видит каналы и источник? Но она же не маг Она маг и моя ученица В доказательство Полина создала Настоящий фаербол Заклинание, которое я ей не так давно показал На большой у нее сил пока не хватало И то, что сияло сейчас у нее в руке Напоминало маленькую Ярко светящуюся бусинку Но спутать это с чем-то другим Было невозможно Офигеть! Выдохнула Анна Полина поиграла своим фаерболом Перекатывая его между пальцев Потом развеяла Полина растет как маг Но до полного раскрытия потенциала Я еще далеко Не будет лениться Переплюнет тебя нынешнюю Пояснил я У тебя тоже возможен рост Научишь своим практикам? Прищурилась она Хитрая какая Ты мне даже не ученица Не могу же я пойти в ученица, кому попало Напоминаю Кто попала Вынес тебя защищенной базы Мальцевых так Что они почесались только утром И как тебе это удалось? У меня был хороший учитель Аня, у меня такое чувство Что ты продолжаешь работать на Мальцевых И выясняешь сейчас все для них Я же правильно понимаю, что просто так ты мне ни одного заклинания не выдашь? Правильно Либо ученическую клятву приносишь, либо верности Ученическая предпочтительнее Она не вечна и показывает что-то удобнее Но внешность я тебе могу изменить просто так, авансом Тогда, если не примешь мое предложение, заберешь документы и уедешь куда захочешь Но по Ане было видно, что никуда она не уедет Какой маг откажется от новых неизвестных другим заклинаний? Только глупый, а моя собеседница дурой не была А почему именно целитель? Неожиданно спросила она Потому что есть ритуал, позволяющий полностью раскрыться магу И проходить его лучше всего с помощью целителя Поэтому целитель нужен мне и двум моим ученикам Ты просто не представляешь, на что способен настоящий целитель Ты точно не разочаруешься Возможно, я бы не уговаривал ее так Но другого сильного мага под рукой у меня не было А какой целитель и слабого? Правильно, никакущий Прыткий ты какой мелкий Ладно, пока внешность меняем, и я буду думать Как мне показалось, Аня хотела еще раз убедиться в том, что я что-то значу как маг А что для этого может быть лучше, чем результат заклинания императорская защита свидетеля Правда, я его еще ни разу не использовал, но руки так и чесались проверить То есть я смогу выбрать внешность, какую хочу И следующие полчаса она мне втолковывала, что именно нужно изменить до идеала Чуть нос, чуть губы, чуть разрез глаз, чуть убрать в талии, чуть добавить в грудь Полина активно ей помогала И то, что получалось в результате, в моем воображении выглядело как целлулоидная кукла Ты станешь стандартной до незапоминания, если все это проделать, возразил я Давай так, я буду менять на свой вкус До закрепления результата можно показывать и менять Не понравится, откатим к тому, что было Начинаем? Рост будем добавлять? Начинаем Будем Энергично кивнула Аня Интерлюдия вторая Что значит пропала? Тихо прошипел Игнат Мефодич Но Новиков не обманывался Патрон терял голос, когда злился так, что орать не мог, а орал он почти всегда и по любому поводу А еще вместе с голосом он терял контроль над своими действиями Вот и сейчас от правой руки Мальцева, собранной в кулак, зазмеилась тонкая дымная струйка На что тот не обращал внимания Исчезла из комнаты, в которой находилась Делая вид, что все нормально, ответил Новиков Территорию Огурцова она не покидала Мы просмотрели все записи наружных камер Мальцев положил кулак на стол И сразу запахло паленым Горел не стол, он-то был огнеустойчивым Горели бумаги, лежащие на столешнице Заполыхали они бодрые одновременно Но глава клана даже не обратил внимания на такую мелочь Тем более, что там ничего важного не было Ни одной бумажки с печатями Так, сводки, отчеты, даже не недельные, дневные и уже просмотренные Но на всякий случай мы прошлись по родителям, парню и всем подружкам Как ни в чем не бывало, продолжал Новиков Нигде не зафиксированы ни она, ни ее аура Парень так вообще уже с другой живет Тебе не кажется, Павел, что многовато просчетов с твоей стороны за последнее время? Все так же обманчиво тихо спросил Мальцев Того, кто напал на внука, не нашли Откуда взялись с накопителей, не нашли Теперь девка пропала, ее тоже не нашли Девка сама по себе не слишком важная и нужная Но сам факт неприятный Да не всплывет она, уверенно ответил Новиков Наверняка охрана перестаралась с развлечениями А концы решили зачистить А что мозгодеры? Поковырялись по верхам, ничего не нашли Дальше лезть не стали Там у каждого блок, его вскрывать, без охраны останемся Недовольно, сказал Новиков А вы сами, Игнат Мефодич, сказали, что девка не настолько важна Оштрафуем всю смену, сошлем на охрану шахты Бумаги на столе догорели и рассыпались пеплом Мальцев опустил голову и уставился на них, словно только что заметил Чуть ее в последнее время изменяет Паша Почти нормально, сказал он Просчет за просчетом Еще один И отправишься на шахту сам Новиков покаянно опустил голову Но подумал, что на шахту отправиться намного лучше, чем на кладбище А второе, с таким начальством, куда вероятнее первого Редактор субтитров А.Семкин